МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, землетрясение магнитудой в 5,7-х потрясло западную Армению. Эпицентр находился в провинции Карлова в Пюракне. В результате землетрясения разрушены 10 домов в Эль-Малье и Дейнарбее. Ранены 9 человек, о жертвах информации пока что нет. Процесс формирования нового правительства в Арцахе завершен. Корреспонденту Арцахпресс, главный советник и посол по особым поручениям президента Арцахской республики Руди Хусинунц рассказывает о политике правительства, спекуляциях в обществе и ряде других вопросов. Отрывок из интервью представлен ниже. Господин Хусинунц, президент Раика Рутюнян, объявил 11 июня, что формирование правительства завершено. Как это правительство будет отличаться от предыдущего правительства? Некоторые отделы были реформированы и созданы новые органы. Начнем с того, что, как правило, всегда является основой для спекуляций. Затраты. Президент заявил, что структурные изменения не приведут к увеличению расходов бюджета. Это заявление было сделано ранее. Другими словами, мы исключаем эту часть спекуляций с самого начала. Есть, по крайней мере, два фактора, которые следует учитывать, когда речь идет о структуре правительства. Первый – это комплекс проблем, с которыми сталкивается наше государство. Новое правительство должно иметь эффективную структуру для решения этих проблем. Второе обстоятельство – необходимость обеспечения тесного сотрудничества с партнерами Армении во всех сферах. Это будет легче, когда координирующие органы сфер также соответствуют друг другу, не исключая определенных различий, вытекающих из местных особенностей. Я думаю, что в обоих случаях новая структура правительства находится в благоприятном положении. Расизм достиг пика в Европе, когда 18 июня 1987 года Европейский парламент при поддержке Армянского национального комитета Европы А.Р.Ф. Дэшна Ктюцюм принял политическую резолюцию по армянскому вопросу. Отрывок из резолюции. Считается, что трагические события, произошедшие в 1915 по 1917 годы против армян на территории Османской империи геноцидов, в соответствии с Конвенцией Генассамблеи ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принятого 9 декабря 1948 года. В то же время он отметил, что современная Турция не может нести ответственность за трагедию армянского населения Османской империи и подчеркнул, что признание этих исторических событий геноцидом не может быть политическим, юридическим или материальным требованием для современной Турции. Другими словами, Европейский парламент, находясь в сердце Европы, якобы как правозащитник признает, что международному праву коренные жители Армении подвергались геноциду, сводя к минимуму годы числу жертв соответственно. Но это противоречит всем правам и моральным нормам, согласно которым преступное государство не будет привлечено к ответственности за это преступление. Полная статья доступна на нашем сайте. Группа врачей с Францией чартерным рейсом прибыла в Армению для оказания помощи системе здравоохранения Армении в борьбе с коронавирусом. Как передает Армен Пресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает офис главного уполномоченного по делам диаспоры. В ближайшие дни медработники Франции развернут свою деятельность в медицинском центре Сурбрикорду Саворич, в научном центре травматологии и ортопедии, инфоэкционном филиале МЦ Сурб Аствацамайт. ВВС Турции начали операцию против Курдской рабочей партии РПК на севере Ирака в рамках новой антитеррористической операции. Министерство национальной обороны Турция объявила об этом на своей странице в Twitter в понедельник. Операция Орлины Коготь началась, говорится в сообщении Министерства. По данным Министерства, турецкие военные самолеты открыли огонь по базам, где прячутся сторонники Курдской рабочей партии. В свою очередь телеканал Аль-Арабия сообщил, что турецкие ВВС бросили около 20 бомб на мишени РПК в горах Санжар на западе Ирака. Документальный фильм, рассказывающий историю 150-летней истории и революционного прошлого Алтындага, будет показан впервые 16 июня. С помощью этого документального фильма мы хотели отомстить государству, которое уничтожило Алтындаг и его культуру, отметил Байрам Балжей, директор документального фильма. В документальном фильме рассказывается о том, как Алтындагский район старейших деревянных домов в Анкаре был построен около 150 лет назад, а также о социальных переобразованиях, произошедших там, и почему он был разрушен сегодня под видом масштабной жилищной реформ. Бедные работающие турки, курды, армяне, евреи, цыгане, а леви районы создали свою собственную алтындагскую культуру, не отдавая приоритет своей этнической и религиозной самобытности. Деревянные дома, в которых они жили годами, были снесены один за другим с 2005 года. Фильм будет доступен на Ютубе с 16 июня. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию лорва гутанерк комитас. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!